Девушки отдыхают Замки Луары Луары – самая большая река Франции, общей протяженностью 1012 километров. Река берет свое начало в высоком французском массиве. Луара течет, изгибаясь по 300-метровой дуге в сторону Нанта и далее впадает в Атлантический океан. Уже давно о Палуаре не ходят корабли. Песчаные отмели сделали ее непригодной для судоходства. До 19 века основным средством передвижения Палуаре были маленькие лодки. Строительство паромной переправы, к счастью, так и не было начато. Само течение реки не всегда бывает таким спокойным. Весной, когда тает снег, уровень воды в реке поднимается до опасного уровня. В 1980 году, например, из-за разлива реки погибли 8 человек. Берега Луары украшают в общей сложности около 300 замков. Нигде в стране нет такого большого количества роскошных строений, как в долине Луары, саду Франции. Во время 30-летней войны, которая велась между Англией и Францией до 1453 года, французские правители не чувствовали себя в особой безопасности. Карл VII, позднее король Франции, был первым, кто в 1418 году бежал из Лувра на берега Луары. До начала 17 века здесь, в долине королей, находилась резиденция французских монархов. Именно они приказали перестроить бывшие защитные бастионы в элегантные замки. И только при правлении Геннеха IV эта местность утратила значение для короны в пользу Иль-де-Фанс. Воодушевленный роскошной жизнью при Идальянском дворе французский король Франц I пригласил в 1517 году на берега Луары Леонардо да Винчи. С тех пор гениальный художник был главным советником короля по вопросам переустройства многочисленных замков. Король, которому тогда был 21 год, безгранично восхищался искусством и, управляемый этой любовью, выделил огромные суммы денег на внутреннюю отделку своих дворцов. Эти замки вошли в историю как олицетворение французского искусства эпохи Ренессанса. Отпуск на берегах Луары означает отдых особого плана. Интересующихся искусством ожидают архитектурные шедевры, роскошные аббатства и исторические памятники. И в первую очередь это касается Жанны Д'Арк, освободившую в 1429 году город Орлеан от враждебных британцев и сделавшую возможным загонную коронацию Карла VII. Наряду с потрясающим историческим наследием и великолепными ландшафтами долины реки Луара, в этом регионе существуют различные кулинарные традиции, передаваемые из поколения в поколение. В Сюли-Сюр-Луар мы встречаем первый из классических замков. Классическим он является потому, что объемное здание в готическом стиле вмещает в себе все архитектурные элементы всех, построенных на протяжении десятилетий замков Луары. Самым значимым хозяином замка был Максимилиан Дюбетюн, который окружив себя охраной, в 1600 году вел образ жизни великого сеньора. Герцог, отличавшийся тягой к перфекционизму, отдавал постоянные приказы по переустройству прежней крепости. Запутанный характер средневековой крепости узнаваем даже сегодня. Импозантные башни со смолеными носами — выражение обороноспособности, которое когда-то определяло назначение сооружения, и наряду с толстыми стенами должно было вселять ужас в сердца нападающих и отбить у них всякое желание атаковать. Изначально Луара протекала мимо замка. Для защиты от высокой воды герцог приказал построить плотину. И чтобы окружить замок водным кольцом, было изменено направление речушки де Санж. В начале XVIII века французский поэт Вольтер, преследуемый в Париже из-за острых катерических стихов, нашел здесь, в башне замка, убежище. Для него хозяин замка приказал построить театральный зал, в котором философ ставил свои трагедии и комедии. Следуя этой традиции, департамент ежегодно организует музыкальный фестиваль с участием международных музыкантов. Не только замки и крепости свидетельствуют о том значении, которое Долина Королей имела с начала раннего Средневековья. К таковым относятся и сакральные строения. В нескольких километрах вниз по течению находится аббатство Сан-Бенуа. На протяжении уже 50 лет в этом бенедиктинском аббатстве живет духовенство. По вечерам звуки игрегрианских напевов наполняют романские стены монастыря религиозной жизнью. Это захватывающий момент, интимность которого исключает всякое участие общественности. От средневекового монастырского комплекса сохранилась только аббатская церковь. Все остальные здания были полностью разрушены во время Великой Французской революции. Капители Колонн на входе в церковь повествуют о раннем искусстве создания скульптур и изображают религиозные мотивы, как, например, разделение мантии Сан-Мартен. Здесь рекомендуется присоединиться к экскурсии, руководитель которой поможет лучше понять цель исторических событий. По известным причинам взгляд на повседневную жизнь монахов и внутреннюю структуру их ордена запрещен. Одной из самых старых в стране церкви является Крипто. Под Клиросом хранятся мощи Святого Бенедикта, которые были перевезены в VII веке из Италии в Сан-Бенуа. Шамбо Яркое олицетворение того, на что способно человеческое искусство. Так об этом великолепном строении отозвался французский император Карл V, посетивший его в 1539 году. Один только внешний вид дворца, в котором находятся 444 комнаты, потрясает воображение. Сам замковый комплекс чем-то схож с лабиринтом. И только подробный план здания поможет сориентироваться в нем. Знакомство с парком площадью более 5000 гектаров лучше всего начать таким образом. Строительство замка Шамбо в 1519 году король Франц I задумал поставить памятник своей власти и королевскому величию. Крыша замка похожа на миниатюрный город и своими гигантскими масштабами невольно заставляет задуматься над безмерностью любви короля к искусству. Свыше 440 каминов и 800 капителий возвышаются под синим небом. В центре ренессансного замка высится архитектурное чудо. Возведение конструкции с 80 широкими винтовыми лестницами приписывается Леонардо да Винчи. Это был один из последних проектов итальянского художника, привезенного на берега Луары. Пролеты уникальных винтовых лестниц, две перекрещенные спирали, поставленные точно так, что люди, спускающиеся навстречу, неизбежно увидят друг друга. Везде в замке посетители могут увидеть визитную карточку владельца замка, увенчанную короной Саламандру, символизирующую неприкосновенность короля. В передней зале замка в 1539 году король Франц Первый принимал очарованного красотой Шамбо Карла Пятого. Франц Первый так и не сумел дожить до окончания строительства архитектурного шедевра, нового и совершенно отличного от других замков на Луаре. После его смерти в 1547 году замок был построен наполовину. Пока в 17 веке король Людовик XIV не продолжил строительство. Король Солнца и его помпезные приемы сделали возможным торжественное возвращение придворной жизни в Шамбо. По поводу начала королевской охоты общество собиралось в Солнечном зале. Ценная коллекция исторических портретов украшает стены галереи. Ранее здесь была передняя зала, ведущая в королевские покои на втором этаже. Здесь находится величественно обставленная парадная комната с реконструированным ложем, на котором почивал Людовик XIV, в то время как его жена Мария Тереза спала в своей кровати, стоявшей в отдельной комнате. О строителе Шамбо Франце I говорят, что он провел в замке 19 ночей. Причина здесь скрылась в том, что спальня была окончательно построена только в 1547 году, в год его смерти. В 1930 году государство перекупило замок и начало его полную реставрацию. С этого времени замок ежегодно открыт для 800 тысяч посетителей. Городок Блуа известен своей уютной атмосферой. Никакой суеты, а только по-французски размеренный образ жизни определяет облик города. В пешеходной зоне, наряду с ремесленными мастерскими, расположены магазинчики. Широкий ассортимент местных товаров удовлетворит желаниям любого гостя. Хорошее настроение создаст прогулка по узким и кривым улочкам старого города. В верхней части города, который был столицей французского королевства с начала 15 до середины 16 века, возвышается замок. В 1490 году.